Вы смотрите «Вокруг планеты» в эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Все мы сталкивались с очередями и необходимостью ждать. И пытаясь скоротать время, чаще всего берем смартфон, проверяем сообщения, оставляем комментарии и ставим пресловутые лайки. Вопрос — а можно ли в эпоху бесконтактных платежей и доступа с помощью отпечатка пальца решать максимально возможное число формальностей через цифру? Ответ — да. В качестве примера рассмотрим Эстонию. В стране, где в свое время изобрели скайп, стремятся к стопроцентной цифровизации. Эксперты считают соответствующую инициативу под названием «Е-Эстония» образцом. Разноплановые услуги через единую интернет-платформу. Насколько сложна реализация этой идеи, выяснял Вадим Мартишевский. Эстонцы говорят, нет бумажной волокити и бюрократии. Все население страны, а это около полутора миллионов человек, переходит на цифровой формат. Правительство нацелилось искоренить проволочки, увеличить прозрачность и стимулировать экономический рост. Власти Перебалтийской республики хотят, чтобы все вопросы решались онлайн. По сути, любая информация о человеке, имеющейся у правительства, является цифровой. Мы не собираем данные на бумаге. Изначально не было четкой стратегии, каких-то особых амбиций, нет. Мы лишь хотели упростить бюрократические процедуры и сэкономить тем самым время и деньги для всех. Шаги по цифровизации Таллин предпринимал и в прошлом. Проект по развитию интернета и информационных технологий запустили там 22 года назад. Одной из самых больших разработок страны стала программа Skype, которую в 2011 купил Microsoft. Сегодня эстонцы многие бумажные вопросы решают онлайн, пользуясь электронной подписью. Это касается налогов, рецептов на лекарства и результатов анализов. Голосование также электронное. Даже регистрация новорожденного. Достаточно вставить ID-карту одного из родителей в считывающее устройство. Пара минут и население официально пополнилось новым гражданином. Теперь, после регистрации имени, мы можем подать запрос на получение государственной помощи в системе, а также запрос на документы, удостоверяющие личность. Каждый гражданин – обладатель уникального 11-значного номера. Это цифровой идентификатор, который активно используется в повседневной жизни. К слову, регистрацию новорожденных вскоре и вовсе хотят автоматизировать. В идеальном мире, в случае невидимого правительства, если рождается ребенок, то родителям ничего не нужно запрашивать. Ни декрета, ни правительственной поддержки, ни места в детском саду, ни регистрации имени. Все эти услуги будут осуществляться автоматически через систему. Эстония начнет предоставлять подобное уже этой весной. Привычка проводить все операции в цифровом виде прививается с ранних лет. Эстонские дети постигают электронную сферу еще со школы, а то и раньше. Она включает много баз данных. Вся информация шифруется. Кроме того, на случай кибератак сведения дублируются в так называемых цифровых посольствах страны в других государствах, например, в Люксембурге. Эстонцы в своем деле не одиноки. Финляндия, Япония и Кипр берут с них пример. Наша архитектура безопасности основывается на двух ключевых элементах. Во-первых, идентификация личности электронным способом осуществляется с учетом лучших мировых практик в этой области. Во-вторых, обмен данными между различными базами хранения происходит с использованием самой надежной системы шифрования. И, разумеется, все эти стандарты едины для всех госструктур. Однако в онлайне, разумеется, жизнь не проходит. Желающим вступить в брак по-прежнему необходимо перейти в госучреждение и выразить свою волю. Также в сети нельзя оформить передачу фактической собственности. Например, купить дом через интернет не получится. При этом переход сферы госуслуг в цифровую среду позволяет экономить до 2% ВВП. Ровно столько составляет взнос при Балтийской республике в НАТО. Выходит, граждан не обременяют расходы на оборону. Эта технология создает доверие, ведь она прозрачна. Все ведомства могут получить эти данные, но у граждан есть право узнать, обращались ли за их данными. Сейчас в Эстонии очень популярен проект «Интернет-гражданство». То есть предприниматели со всего мира могут регистрировать в Эстонии свои компании, чтобы вести бизнес. Эксперты из других государств сходятся во мнении, что инициатива Таллина является образцом для всех касательно того, как с успехом можно перенести большинство услуг на единую и, что важно, удобную для населения интернет-платформу. При этом они признают, чем больше государства, тем сложнее создать площадку, способную обработать все запросы. Однако, несмотря на усложняющийся на глазах мир, оцифровка повседневности продолжается. Многие аспекты жизни рано или поздно уйдут в интернет. Вадим Артишевский. Вокруг планеты.